Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и слушатели радио. Сегодня гость нашей студии, юрист, общественный деятель Татубы Эргешпаева. Сегодня мы будем обсуждать вопрос о делимитации и демаркации границы Кыргызстана и пути выхода из ситуации. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо, здравствуйте. Мы с вами до интервью говорили о вашей деятельности и вы упомянули, что сейчас работает некая экспертная группа, которая вырабатывает какие-то предложения. Могли бы рассказать, что это за экспертная группа, кто в нее входит и вообще сотрудничаете ли вы с официальной рабочей группой правительственной? Список публичный будет выставлен по моменту готовности базового правового заключения по локальному законодательству по вопросам делимитации и демаркации границ. Что касается по поводу работы, все это на самом деле собирается спонтанно. После происшествия 29 апреля по Баткенским событиям ряд специалистов вовлеклись. Очень тяжело вообще на самом деле найти профильных специалистов по вопросу делимитации, демаркации границ. Это либо нынешние действующие члены правительственной делегации, либо же это бывшие члены правительственной делегации, либо те люди, кто непосредственно работали с этим вопросом. Потому что все эти вопросы на самом деле очень долгие годы оставались просто в непубличном формате. И происходило вокруг этого достаточно большое количество изучения, но возможно в них нету систематизации, либо же просто раскрытие данных. Исходя из этого, вот сегодня очень тяжело какую-то оценку дать на сам процесс правильной или неправильного делимитации, демаркации границ. Но важно отметить, что пришел этап, когда необходимо все до этого наработки взять, институционализировать и рабочую группу вывести на более другой уровень, когда необходим уже подход аналитический, исследовательский. Потому что, как я уже ранее говорила, вопрос стал именно в контексте именно национальной безопасности и безопасности государственных границ. Так или иначе у нас территории сложились. Поэтому, конечно, очень необходимо все эти процессы совершать в контексте национальных интересов. Вы как-то сотрудничаете с официальной рабочей группой правительственной? Да, на прошлой неделе, примерно 4 или 3 марта, я направила от имени нашей организации запрос, от имени фонда, сообщества юристов, чтобы предоставили копии протоколов и рассмотрели вообще инициативу о том, что мы могли бы войти в рабочие группы, отдельная группа по расследованию именно итогов военного вторжения со стороны Таджикистана и два вопроса именно вхождения в рабочую группу по делимитации, демаркации границ. Ну, конечно, там есть свои детали. Мы не можем входить в состав правительственной делегации, потому что там есть ограничения, это паритетность соглашения двух стран. Но есть иные рабочие группы, которые собирают сведения для осуществления позиции и выработки позиции правительственной делегации на уровне ведомств, на уровне полевых рабочих групп. Вот туда можно было бы вовлечься. Но сейчас пока реакции в официальном порядке не было, но на наши, вот как раз-таки, мои последние три выступления касаемые вопроса делимитации, демаркации границ, то есть была хоть какая-то обратная связь. Я считаю, что власть сегодня единственное, что хочет, это действительно провести разделение, такое рациональное разделение границ, но, может быть, на сегодня в действительности не хватает какой-то общей выработки позиции, участия экспертов, более детального, бдительного внимания, времени где-то, где-то, может быть, вот различные факторы. И сегодня вот как раз-таки необходимо в рамках этого вопроса объединяться. Вас смогут включить, я не знаю, вот эти какие-то экспертные группы, как представители гражданского общества, да? Да, если вот у нас есть возможность, я могу детализированно рассказать. Вот вообще правительственная делегация в составе порядка 15-18 человек под руководством Камчубека Тэшиева создана распоряжением премьер-министра от 15 марта 2021 года. Туда вошли все представители именно государственных органов и ведомств, которые уполномочены в этом вопросе. Но также важно понять, куда может войти представители гражданского общества. Мониторинговая группа может войти на вот именно, где проводятся какие-то топографические, картографические срезы. Они могут войти именно на эти полевые группы и рассматривать, проводить социологический опрос на уровне местности, вот той же Баткенской области, да? Опрашивать у населения. Мониторить за процессом, насколько правильно вот очертываются границы, да? Не всегда же это картографически, но еще же это пожелания народа. Какая собственность, имущество находится у граждан Кыргызстана на территории этой страны. Вот эти моменты необходимо просчитать. Поэтому сейчас вот шахматное разделение ведется. Невозможно просто взять и пополовине разделить, потому что это густонаселенные места. Именно на густонаселенных местах возникает конфликтная ситуация. Вот в целом так. Поэтому рабочей группе рекомендуется войти на уровне рабочих полевых групп и на уровне ведомственных групп. Это уполномоченные органы в лице госрегистра, архитектуры, да? Дальше идут уже подведомственные именно касаемо Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, вот сама же рабочая группа аппарата правительства, ну сейчас уже кабинета министров, да? То есть это есть ряд таких уполномоченных структур, где в ведомствах, на уровне ведомств и на уровне подгрупп, подгрупп, рабочей группы самой, можно было бы войти и определить. Потому что рабочая группа принимает решение, опираясь на ту доказательную базу, на тот материал, который готовит предыдущая под рабочей группой. Поэтому вот это нужна такая воля. Но видите, обратно же, да, с установления независимости 91-го года были попытки гражданского общества вовлекать. Но это не носил системный характер, это носил отрывочный характер. Потом, на сегодня в публичности нет ни одного документа, который бы носил протокольный характер и определял, сколько вообще было территорий, сколько на сегодня составляет спорная территория, почему этих спорных территорий нет. Это всё на самом деле в рабочей группе нам приходится через опросы, через детальные исследования, через официальные письма определять и получать информацию, и вот по карте раскладывать по пазлам и понимать эту ситуацию более детально. То есть главная функция гражданского общества, которая может войти в какую-то часть вот этой рабочей группы, это обеспечить открытость? Обеспечить открытость и помочь в институционализации вот этих всех данных и информации, выработке более качественной позиции в контексте национальных интересов, вот именно государственных интересов наших. И поэтому, конечно, необходимо. Но если бы таджикская сторона при проведении двухсторонних переговоров одобрила бы включение в состав правительственной делегации и представителей гражданского общества, и они от себя тоже представили бы представителей гражданского общества, то на паритетном соглашении можно было бы это сделать. Но, скорее всего, видя вот сам процесс поведения таджикской стороны, не получится включить в состав правительственной делегации представителей гражданского общества. Это не зависит только от воли власти Кыргызской республики. Это в двухстороннем виде. А есть ли у вас уже какие-то конкретные предложения, может быть, какие-то рекомендации для официальной рабочей группы? Очень большой вопрос ведется по поводу картографии. Если вы видели, то в одном из протокольных соглашений, которые отрывочно были открыты общественности, на самом деле на сегодня порядка подписано 4 и более соглашений между Таджикистаном и Кыргызстаном с момента создания правительственной делегации, от 15 марта. Но, как вы видите, мы все эти соглашения не имеем с вами в протокольной форме весь доступ к этим документам. Поэтому тяжело судить о всем составе, о всей договоренности, насколько она хороша или нехороша. Мы судим только по тем меркам, которые нам дают. И вот говорят, давайте ориентироваться на карте с 1924 по 1927 годы. На это каждый дает свою позицию. Кто-то говорит, ой, давайте одну территорию, другие другую. Но мы исходим как юристы. И у нас есть четкая позиция только в одном. Что у нас было подписано ряд соглашений. Как мы с вами знаем, это вот Беловежское соглашение, Алматинское соглашение и Московское соглашение с 1991 по 1994 годы. Между, вот как раз таки по установлению суверенитета страны. И вот тут очень важно одно заметить, что все эти соглашения устанавливают суверенитет страны. И только после этого образовывается Кыргызская республика и республика Таджикистан. До этого мы не обладали полноценной своей территорией. И два, как бы, вот эти соглашения все ратифицированы на территорию наших стран и носят рамочный характер. Соответственно, там детально не прописано, вот этот миллиметр твой, вот этот твой. Но на протяжении 30 лет главы правительственных делегаций проводили эти исследования. И очень тяжело определялся точка отчета именно между Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и точка отчета между, например, Китаем, Кыргызстаном и Китаем. Потому что именно многое зависит от точки отчета. На это ушло время с 1991 по 2000 годы. Делимитация, демаркация границ с Узбекистаном и Таджикистаном детальная началась с 2000 годов и по сегодняшний день продолжается. На самом деле это долгий процесс, и не нужно думать, что только у нас в стране происходит. Из числа с Таджикистаном порядка 971 километров. Сегодня остались 417 километров неразрешенных территорий. Разделенные территории до этого проходили безболезненно, потому что там не было густонаселенности. И два, очень важно, что это были леса, реки, поэтому их было легче делить, потому что не было заинтересованности и располагания каких-то ресурсов населения и каких-то, знаете, объектов муниципального либо государственного. То есть там официальные лица между собой договорились, согласовали и уточнили этот участок, да? А где основные проблемы возникают там, где живет население двух стран, да, получается? Да, вот именно вот в этом, потому что там учтены ресурсы, человеческие ресурсы, имущественные, проходит где-то канализация, где-то электричество. Очень тяжело разобрать. И вот по сведению, да, это вот на самом деле официальное сведение, что за последние, например, вот 10-15 лет между Кыргызстаном и Таджикистаном произошли 150 конфликтов. Вот 150 конфликтов с пострадавшими лицами из двух стран. Потому что эти же факты постоянно погранслужбой же котируются. И на самом деле мы помним там какие-то яркие 2-3 события, да, но произошли 150 конфликтов на базе различных обстоятельств, которые были зарегистрированы у нас в реестре. И это говорит о том, что вот этот вопрос, он носит очень острый характер. Именно поэтому, именно поэтому я вот одним из таких предложений предлагала, что необходимо вмешательство третьих стран. Но видите, как бы, когда я начала спрашивать об этом официальных представителей, почему вы не вовлекаете структуры ООН или другие, для того, чтобы они представляли услугу медиаторства, они сказали только об одном, что и Кыргызстан, и Таджикистан не приемлят это соглашение, потому что, когда вмешивается третья страна, то есть, то, во-первых, очень большое значение имеет, какая третья сторона, да, это может быть страновой представитель, это может быть международная организация. И тогда, как бы, с точки зрения вообще разделения границ, очень многие партнеры, наши соседи, там, стратегические партнеры, один может не приемлить другого. Вторая причина все-таки кроется в том, что подписывается, окажется, между двумя странами соглашение, что будет проводиться медиаторство, и в процессе медиаторства конечное решение за тем, что актуально для обоих стран, принимает третья сторона, это вот вовлеченная третья сторона в лице третьего государства, либо в лице международной организации, да, и вот их решение будет являться окончательным по итогам всего исследования, потому что у таджиков, у таджикской, либо кыргызской стороны может наблюдаться субъективизм. Исходя из этого, вот наше государство, это определенная позиция, что вовлечение третьих лиц является определенной такой, как бы сказать, риском, вот для контекста национальных интересов. Насколько это хорошо или плохо, я пока не могу говорить, потому что в самом деле, да, мы только начинаем изучение, а вот сколько деталей есть, да, на самом деле, и, скорее всего, было бы актуально первое такое базовое такое решение совместно с представителем правительственной делегации дать там после шести месяцев, да, это первое предварительное. Но обратно же, это зависит от качества предоставленной информации. Если его нет, то мы не можем быть поверхностными. Важно понимать, что это вопрос контекста национальных интересов и что-то заранее говорить, тоже очень поспешно, да? Ну, здесь вопрос о границе очень серьезную роль играет политическая воля руководителей стран. Ну, если взять, в пример, Узбекистан. Там тоже многие годы не решалась проблема, но с 2016 года это все набрало обороты, и к сегодняшнему дню осталось совсем немного участков. Вы знаете, вот я, скорее всего, пока остерегусь от того, чтобы сказать, можно или нет. Конечно, можно, но нам важно признать, что всего лишь нашей независимости порядка 30 лет, и нам, конечно, не хватает на сегодня некой такой институционального подхода, экспертности, как к стране. Не как к отдельному эксперту, а как к стране. И пока нет у страны такой позиции, и многие вещи делаются больше по понятиям, по чувству, то, конечно, это очень плохо, потому что чувствовать можно своего ребенка, себя, но чувствовать государство невозможно. И исходя из этого, сегодня попытка на самом деле того, что экспертные группы поднимаются, какие-то вопросы, то, что власть решает, повестку дня говорят, пожалуйста, нас присоедините, мы вам хотим помочь, это хороший показатель страны, что в стране появляется экспертное сообщество, это очень здоровый и прекрасный показатель, и, по-моему, этим важно пользоваться. Вот в таком, да? Ну, а учитывая, например, вот последние соглашения, после 29 апреля, которые были проведены, какие основные вопросы там были затронуты? С вашего позволения, зачитаю, да? Вот было принято решение в ближайшее время приступить к описанию государственных границ на оставшихся участках. Их вот с Таджикистаном порядка 417 километров осталось, но обратно же, да, основываясь на какую карту? Ну вот мы не можем опираться на все, что до 1991 года было, мы не можем на него опираться. За последние годы по очертанию границ, вот с 2000-х годов, очень активные исследования и работы проводились. Нам необходимо, скорее всего, возвратиться вот к работам, проделанных с 2000-х годов, с момента установления независимости обоих стран, и только после этого начать очертывать границы, да? Потому что очертывание границ, опираясь на какую карту, имеет очень важное значение. Вот второе, вот во время процесса определения границ было принято использовать вот либо карты, материалы национально-территориального размежевания 24 по 27, либо 1989 годы, да? Ну вот я уже говорила, что они актуальность теряют. Мы должны исходить с момента принятия трех рамочных соглашений, которые определили нашу независимость. Дальше стороны договорят, что до завершения процесса делимитации, демаркации, юридического оформления крыгызско-таджикской границы совместно построят. И таджикская сторона будет использоваться, содержать автомобильную дорогу Хаджаи-Айлё-Ворух, а получается в объезд по восточной стороне нацеленного пункта Капчигай-Танги. Статус данной автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран. То есть смотрите, сегодня мы строим эту автомобильную дорогу, передаем его под управление таджикской стороне, но далее как он будет распределяться, мы получается вот его определим по итогам строительства, когда время придет. Вот тут, вот тут очень важно на самом деле провести достаточное количество изучений и скорее всего население Кыргызстана, граждане Кыргызстана имеют право публично понимать, как это будет дальше проходить. Вот в таких вопросах хотя бы позицию необходимо оглашать, потому что здесь в нашу сторону скорее всего вот этот вопрос не совсем положительно играет. Но нужно детальное изучение, проработка позиции, прежде чем идти на подобное соглашение. Дальше также стороны согласились после завершения строительства автомобильной дороги вот Хаджа-Али-Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Камчигай приступить к проектному описанию линии прохождения кыргызско-таджикской границы на участке Ворух. То есть вот сейчас получается они теперь будут еще и расписываться, но после происшествия 29 апреля как мы помним вот село Кокташ извиняюсь потом получается село Махсад населенный пункт переводится немного в другие места и в других местах начато строительство по Лилекскому району. Вот учитывая эти обстоятельства хочется понять на самом деле вообще вот видите вот для меня например очень интересно вот этот вопрос изучать и при этом не хватает достаточно количества материалов вовлеченности и скорее всего вот вхождение в рабочую группу за собой дал бы очень хороший продукт для того чтобы мы могли вот еще более детально об этом говорить заявлять а сегодня к примеру понимая эти обстоятельства и риски что произошла война конкретная была война что хорошо что это обошлось одним днем могло и дальше ужесточиться то мы до этого рекомендовали несколько рекомендаций первое да говорили что сегодня необходимо было бы большое внимание включить вопрос расследования вот событий именно военного вторжения со стороны Таджикстана и только и огромное внимание уделить детализации и изучению ситуации по делимитации демаркации приграничных территорий с таджикской стороной и на это конечно вот здоровая практика которая вот происходили до этого определенные у нас события в стране да когда происходили эти все расследования длятся минимум полгода при наличии такой крепкой политической воли а так они могут длиться до трех лет да но вот элементарно по происшествию 29 апреля у нас были жертвы 36 человек погибли число пострадавших по сей день растет число поврежденных имуществ материального ущерба тоже по сей день растет статистика да да но справедливости надо отмечить что с таджикской стороны тоже 19 жертв официально разрушены дома и так далее таджикская сторона официально об этом тоже тоже у них есть пострадавшие но вот знаете как сейчас дело будет происходить вот по этой ситуации если коротк прокомментировать вот так что и таджикская прокуратура и кыргызская прокуратура уже мы открыли вот акт военной агрессии и начали расследование в двустороннем так как мы суверенные страны никто не имеет права к нам сразу вмешаться да суверенные страны должны вот в единоличном порядке проводить расследование в одностороннем порядке кыргызская республика сейчас будет проводить свое расследование с участием правоохранительных органов уполномоченных и таджикская сторона после по итогам проведенных расследований вот здесь имеет право вмешаться гражданское сообщество в процесс расследования и выявление итогов расследования то есть процесс расследования помогать в сборе доказательной базы дальше получается юристы могут вмешаться в процесс для дачи правовой оценки понимания вот именно оценки сколько всего было на самом деле нанесенного ущерба да ну и эти же права имеет право на самом деле таджикская сторона Затем через МИД передается дипломатическая нота по собранной доказательной базе, эти на основе дипломатических нот доказательными базами обмениваются две стороны, после этого садятся за стол переговоров, и там уже не будет в отношении государства применена ответственность. Ответственность будет раздробляться, ответственность будет примена в отношении уполномоченных, должностных лиц, как с кыргызской, так и с таджикской стороны, будет в отношении граждан, будет в отношении нанесенного материального ущерба, и вот эти материальные ущербы тоже между друг другом будут расценены, и будет определен по итогам соглашения, какая сторона, сколько другой будет возмещать. И если в таком случае стороны не могут прийти, то тогда они имеют право обращаться в такие суды, как ГАГский суд, Международные уголовные суды, но если две стороны могут разрешать, то тогда по обычной практике они могут сами разрешать. То есть между собой договориться без привлечения третьей стороны? Да, потому что это вопрос, знаете, вот очень щепетильный, и это же вопрос касается суверенитета. Хорошо, когда обращается как государство, вот знаете, вот, например, отдельные лица обращаются в МУС, да, это хорошо, такое должно быть, но, к сожалению, на уровне государства это не будут рассматривать. МУС — это международный уголовный суд. Да, да. Рассматривают в контексте именно вот обращение от граждан, как ущемление прав и свобод человека, да, но когда это обращается государство, государство должно обратиться с доказательственной базой, поэтому ему необходимо в обязательном порядке провести расследование. И если по итогам вновь идет военное сторожение, не дай бог, да, вновь там сторона бежит от любого рода ответственности и ни на какие переговоры не идет, то оправдана на самом деле подача туда, да, но почему-то у нас в регионе не было еще ни одной практики, чтобы было обращение в Международный уголовный суд. Поэтому на сегодня я не имею права по этой позиции, вот даже пока я заранее не желала бы, вот давая рекомендацию, обращение, как очень важно вовлечение гражданского общества в сборе доказательной базы, в правовой оценке по итогам доказательной базы по происшествию 29 апреля. А как вообще руководство страны относится к привлечению гражданского общества к этому процессу? Ну, знаете, вот как относится сейчас тяжело понимать, но мы как гражданское общество должны это требовать, потому что все-таки произошло военное вторжение, это не просто конфликт, и здесь необходимо наибольшее участие, каждый гражданин имеет право получать информацию, но еще другой вопрос, что должны вовлекаться компетентные лица. И скорее всего вовлечение даст больший эффект, потому что и ранее гражданское общество тоже вовлекались, но видите, вот гражданское общество вовлекается отрывочно по ситуации, а скорее всего важно, чтобы более системный подход был в данном случае. Вот так. Теперь вернемся к вопросам границы. Правительственные делегации Кыргызстана, Таджикистана могут между собой договориться, подписать какие-то документы, но не всегда с этим будет согласно местное население, где будет проходить эта линия границы. Как выходить из этой ситуации? Вот хороший вопрос, и нужен очень системный подход, и скорее всего здесь даже трех месяцев, полгода будет очень рано. Вот по итогам соглашения, которое было подписано Кыргызско-Таджикской стороной, к работе, первой работе приступят 17 марта. Но кто приступит? Именно топографические, картографические исследования и измерения, больше будет так. Но приступят к работе ряд уполномоченных органов, это работа рабочих полевых групп. Вот на уровне рабочих полевых групп очень хорошо было бы на самом деле понимать, ориентироваться на какую карту. На самом деле ориентироваться на карту с 24 по 27 и все, что до 91 года является неактуальным. Необходимо исходить из последних исследований, изучений с 2000 года. Это были важные работы. Дальше, получается, необходимо упор делать на запрос местного населения. Здесь должны вовлекаться, очень хорошо проработать работу администрация Паткенской области в лице уполномоченного представителя. Дальше непосредственно свою работу должен выполнить госрегистр. Именно по выезду и опрос населения по тому, что пожелает население. Это работа администрации и ГРЭС. На местном уровне от результата рабочих групп очень многое зависит, потому что топографические, картографические заключения дадут основания для уполномоченных ведомственных групп подготовить заключения для самой правительственной делегации. Эти же ведомственные группы, на самом деле, входят в состав правительственной делегации. Только в ранге правительственной делегации они выполняют немного другие условия. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вот эта полевая группа выполнила хорошо работу. И туда, на самом деле, можно пустить гражданское общество для того, чтобы помогли с оценкой и вообще с определением требований населения. Вот можно проводить социологические опросы, у населения в этом была бы большая помощь, да, вот в таком формате. Вторая, это на уровне ведомственных групп, да, тоже будет проводиться детальная работа, базируясь на прежних изучениях, вот с момента установления независимости по сегодняшний день. И, скорее всего, задача вот ведомственных групп, очень большие, уполномоченные здесь органы входят, на базе каждого полномоченного органа провести вот именно исследование, что было с момента установления независимости и по сегодняшний день. И на базе каждого ведомства в рамках своих полномочий выработать позиции. Не просто дать заключение на основании вот картографических, топографических заключений, а вот провести исследование и с позицией подготовить документы. Это задание должно, чтобы эти ведомства выполняли. И только после этого правительственную, вот и здесь тоже участие гражданского общества очень важно, потому что на базе этого уже определяется рекомендация и четкая позиция, которую дается правительственной делегации. И тогда правительственная делегация по делиментации, демаркации границ будет иметь более полноценный документ, опираясь на который можно будет принимать решения. То есть у правительственной делегации на руках должны быть материалы, проработанные на всех уровнях, от местного населения и до каких-то государственных органов. Да, вот вы абсолютно правы. Но это очень детальная работа, она требует время, нельзя спешить. Но очень важно на самом деле учесть первый вот этот контекст. Второе, наступает на этапе вот именно, знаете, вот по разрешению военного вторжения, вот 29-30 апреля происшествия, там тоже должно быть несколько этапов. То есть первое, сейчас благо, у нас прокуратура открыли дело и таджикская сторона открыли дело. Теперь необходим процесс сбора доказательной базы. Вот здесь участие гражданского общества, средств массовой информации очень важно. Сейчас необходимо содействовать работе генеральной прокуратуры и правоохранительных органов в качественном сборе полноценного материала и документации. И дальше, конечно, требуется вообще анализ по предыдущим конфликтам, потому что я перечислила, что их было ближе к 150 конфликтов различных уровней, которые были зафиксированы за последние 10-15 лет. И вот необходимо провести не только сбор доказательной базы, но и должна быть какая-то рабочая группа, которая детально должна проработать эти вопросы. И с участием гражданского общества это возможно. Вот здесь. Потом второй этап это в определении позиции страны и в предъявлении обвинения. Конечно, здесь участие нужно юристов, не только с государственных органов, но и с экспертных сообществ гражданского общества. Тут вот участие гражданского общества очень важно. И только по итогам сбора этих документаций через МИД по дипломатической ноте будут направлены. И далее высланные документации сбор с Таджикистана тоже гражданское общество может войти в рабочую группу как эксперты и помочь государству выработать, изучить эту доказательную базу, сравнить с тем, что у нас было. И на основании этого тоже вынести определенное заключение. Конечно, далее вот уже руководители рабочих групп, состав рабочей делегации пойдут и будут разговаривать по данному вопросу. Но очень большое участие экспертов и гражданского общества нужно в доказательной базе и правовой оценке ситуации. Вот в целом так. Спасибо вам большое за интервью. Нашим посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что сегодня гостем в нашей студии была Татуба Эргешпаева, юрист и общественный деятель. Мы сегодня обсуждали работу по делиментации и демаркации границ и рекомендации и предложения гражданского общества. Спасибо за это время. Спасибо. Спасибо.